Один раз я выступала, у меня был концерт в Черногории, в городе Котор, и собралась компания этих вот людей, которые там живут уже, как бы сказать, как иммигранты, и ко мне подошел один мужичок, такой немножечко, у него лицо было такое, как будто бы и вчера, и позавчера, и год назад, и все время. Каждый, да, он пьет. И он подошел ко мне и протянул мне листочек, выпеченный из интернета, где написано, что просенок Петр, типа у этого самого, и попросил это дело подписать. Я это порвала, выкинула и сказала, это не ко мне. После чего я прочла в интернете объявление. Вожу экскурсии по Черногории с рассказом о том, как меня чуть не побила Петрушевская. То есть, это люди, которые там живут. Я ничего не хочу сказать о том, что они сдали квартиры и живут как рантье. Практически у рантье нет культуры, нет искусства. Они пытаются что-то писать, что-то рисовать, что-то не получается. Почему в жарких странах, на побережье, океанах, где вообще сорвал ванан тут, вот он висит здесь, почему там нет культуры, почему там все дома очень такие средненькие там, ну, отели строят все-таки немножко побольше, но в основном аборигены живут в хижинах. Почему там нет культуры, там все есть, там есть жара, там есть море, там есть фрукты, овощи, там молоко от Бойлов, там все есть. Почему там нет культуры, почему там нет своей газеты, почему там нет своей литературы и своей живописи? Это вопрос, не ко мне, но я хочу сказать, что все те, кто уезжает туда, у них тоже ничего не будет. Они вырастут своих детей, как паразитов, которые будут ждать, когда папаша с мамашей уйдут и оставят им эту ренту. Печально все это, понимаете? Для меня печально. Я никогда не уеду. То есть я уже не уехала, можно сказать. Потому что я знаю, что культура – вещь очень капризная. Ты ее оставил, но это не ты ее оставил, это она тебя оставит. Вот. Я, как бы сказать, с уважением отношусь ко всем людям, к их решению, к их мыслям о том, что они должны вырастить детей в хороших условиях. На моих глазах эти дети растут в хороших условиях. Дальше что? Наркомания. И все. Вот в чем дело. Поэтому то, что мой герой взят на вооружение людьми, которые хотят отчалить в теплые страны, потому что ни в Германии, ни в Америке, ни во Франции никто их не ждет. Там надо пробиваться с огромными усилиями. Там жизнь рантье требует гораздо больших средств, чем тысяча долларов за квартиру трехкомнатную в Москве. Это очень тяжелый путь. Вы знаете, иммигранты первого поколения практически служат удобрением для своих детей. А они не местные. И только внуки, рожденные там, уже не зная языка, становятся своими. Это мы знаем. Мне известен этот тяжелейший путь иммигрантов в культурной стране. Я знаю, как относятся к приехавшим, понаехавшим. Так же, как и мы. Так же, как и мы. Так же, как и американцы относились к афроамериканцам новым. Это неизбежно. А существование людей, которые живут в бедных странах за счет своих квартир, вот оно такое. Я хочу просить прощения у всех. Я хочу просить у всех прощения. Я совсем не имела в виду осуждать кого-то. Судьба каждого человека в его руках, как ни странно. Хоть люди и считают, что над ними какой-то прессинг, государство там чего-то. Я жила и при Сталине. Я очень старый человек. Я при Сталине жила. Я его видела же в его маленькую фигурку наверху. Где они якобы стояли, на самом деле они все сидели. Так вот, я хочу сказать, что в моей семье было расстреляно трое. Трое пошли в психушку. Одна в лагере провела 15 лет. Я человек этой земли.